За 10 дней до праздников в маленьком городке в Пенсильвании в своем уютном украшенном доме молодая мама ожидала Рождество. Но праздник превратился в трагедию. Женщины с ребенком исчезли. Следователи, не располагая достаточным количеством доказательств преступления, обратились к ФБР. Их ждет самое запутанное дело десятилетия. Нашли они убийцу или нет? Каждый в конце видео решит для себя сам. 26-летняя Джоан Катринак жила со своим мужем Эндрю и маленьким сыном Алексом в тихом городе Катасоква, штат Пенсильвания. В часе езды к северо-западу от Филадельфии. 15 декабря 1994 года город готовился к праздникам. Дом 740 на Фронт-стрит уже был празднично украшен. Джоан особенно радовалась предстоящим праздником, ведь это будет первое Рождество для ее четырехмесячного сына. Джоан и ее свекровь Вероника планировали провести сегодняшний день в ближайшем торговом центре. Молодая женщина позвонила свекрови, чтобы сказать, что Алекс собран и что они скоро будут на месте. Джоан хотела найти идеальный подарок для своего мужа, а свекровь вызвалась помочь ей в этом. Пара была жената меньше двух лет. До того, как Джоан встретила Энди, у нее были непростые отношения. Ее первый муж жестоко с ней обращался, и брак закончился разводом. Но теперь она была счастлива. Эндрю и Джоан познакомились на вечеринке. Там они обменялись номерами телефонов. Ухаживания длились недолго. Джоан переехала в дом Эндрю на Фронт-стрит. И через 12 месяцев они стали мужем и женой. Через год у них родился сын Алекс. Эндрю Катринок вернулся домой примерно в 6 часов вечера. Он работал сам на себя в качестве подрядчика и иногда брал работу сверхурочно. Обычно Джоан и Алекс ждали его в гостиной, когда он приходил домой. Но не сегодня. Энди не переживал. В конце концов, вокруг предрождественская суета, и людей в торговых центрах было очень много. Он увидел, что Джоан оставил курицу разморозиться. Он устроился на диване с бутылочкой пива, дожидаясь возвращения жены и ребенка. Прошел час, затем еще один. Энди смотрел телевизор, он выпил еще одну бутылку пива. В 20.00 Энди, наконец, решил выяснить, где же его жена. Первым делом он позвонил своей матери Веронике. Он знал, что Джоан планировала поехать за покупками вместе с ней. Но его мать сказала, что Джоан так и не приехала к ней на встречу. На телефонные звонки она не отвечала. Вероника подумала, что, наверное, у нее изменились планы. Маленький ребенок часто вносит в них свои коррективы. Вероника волновалась. Она сказала, что они с мужем Эндрю Старшим скоро приедут. Пока Энди ждал своих родителей, он проверил дом, чтобы убедиться, все ли в порядке. По его словам, в подвале он обнаружил, что дверь, ведущая на улицу, открыта. Дверь, которую они с Джоан никогда не использовали. Винты были отвинчены. Замок был почти оторван. Энди позвонил в 911 только после 10 часов вечера. На вызов прибыли два офицера из полицейского управления Катасокуэ. Сначала один, потом другой. К тому времени приехали родители Энди. Энди рассказал полиции о событиях дня, поездке по магазинам, которые так и не было, о признаках исчезновения Джоан и маленького Алекса. Он утверждал, что они были похищены. Вероника пересказала свой телефонный разговор с Джоан и рассказала про последующие звонки, которые остались без ответа. Полицейские сказали ждать до утра и уехали. В ту ночь Энди оставался дома у телефона, пока его родные и родные Джоан обыскивали окрестности в поисках ее и Алекса. В 2 часа 45 минут они нашли серебристый автомобиль марки Тойота, принадлежавший Джоан. Он был припаркован на стоянке у отеля Маккарти вниз по улице дома семьи Катринок. Внутри были ключи Джоан и ее газовый баллончик. Сестра Джоан, Пегги Кортер, позвонила в полицию Катасокуэ. У местных властей крохотного городка не хватало ресурсов и опыта, необходимых для проведения расследования. Поэтому они обратились за помощью к военнослужащим штата Пенсильвания. Майор Роберт Вертс обратил внимание на наиболее вероятного подозреваемого мужа Джоан, Эндрю Катринока. Итак, полиция рассматривала, что они были похищены. Они также рассматривали вариант того, что Джоан уехала одна и забрала с собой ребенка. Или, может быть, Энди каким-то образом был причастен к исчезновению. Необходимо было действовать планомерно. Тщательно проанализировать семейную жизнь Катриноков, изучить всех членов семьи и исследовать, что Энди делал в тот день. На следующее утро полиция штата приехала в дом Энди. Энди сказал им, что ночью он заметил кое-что еще. Перерезанную телефонную линию в подвале. Энди перед приездом полиции сам соединил провода. Специалисты полиции штата также обнаружили частичный отпечаток ботинка на цокольном этаже. Про след ботинка больше нигде упоминаться не будет. Когда эксперты на месте преступления проверили дом, они не обнаружили ничего, что могло бы снять с Энди подозрения. В спальне не было никаких признаков того, что Джоан собралась в долгую поездку. Энди подтвердил, что вся одежда его жены, как ему казалось, была в шкафу. А чемоданы пары были под кроватью, где, по его словам, они всегда их хоронили. Эксперты не обнаружили следов крови, признаков борьбы, ограбления или признаков другого возможного преступления. Они сняли отпечатки пальцев вокруг всех входов в комнату. Но нашли только отпечатки Энди и Джоан. В детской также не было никаких признаков того, что маленького Алекса увезли надолго. В гараже специалисты полицейского отделения осмотрели машину Джоан. Они надеялись обнаружить что-то, что сможет вывести их на след пропавших матери и ребенка. На подголовнике водительского сидения они обнаружили шесть русых волосков. Волосы не соответствовали волосам Джоан по цвету и текстуре. Это было видно невооруженным взглядом. Но кому принадлежали эти волосы? Ведущий следователь, военнослужащий Боб Иган, побеседовав с Энди, с подозрением отнесся к тому, где и в каком виде был найден автомобиль. Дело в том, что было несколько вещей, которые уверили Энди Катринака в том, что это не его жена припарковала автомобиль на стоянке. Во-первых, она никогда не использовала эту стоянку для парковки своего автомобиля. У них была парковка позади их дома совсем рядом. Во-вторых, она никогда не парковалась задним ходом. Это у нее получалось плохо. На парковочное место она всегда заезжала передней частью автомобиля. 18 декабря. Прошло три дня с момента исчезновения Джоан и Алекса. Родные и близкие семьи расклеивали листовки по всему жилому и торговому районам Катасоква. В это время полицейские стали изучать более детально Энди. Энди впервые допросили утром после исчезновения. Это сделал детектив полиции Катасоква Барри Групп. Он проработал в органах более 27 лет. Детектив Групп захотел узнать о прошлом мужа Джоан. Энди явно нервничал, когда рассказывал о своем прошлом в качестве полупрофессионального боксера в Лос-Вегасе. Он хорошо дрался и зарабатывал на жизнь инструктором, когда впервые переехал в Пенсильванию. Теперь, будучи частным подрядчиком, Энди едва сводил концы с концами, чтобы платить по счетам. Жена, дом и ребенок поглощали все ресурсы новоиспеченного отца. Полицейские попросили Энди предоставить все финансовые отчеты, в том числе документы на страховку, банковские выписки и распечатки телефонных разговоров. Также они выяснили, что у его жены минимальная страховка о жизни. В тот день, когда жена исчезла вместе с сыном, Энди сказал, что вместе со своим отцом сооружал пристройку для старого друга семьи, который жил в нескольких километрах от его дома. Полицейские остались недовольны такими объяснениями. Им казалось, что он все еще что-то скрывал. Они потребовали от Энди пройти проверку на полиграфе. Первый тест показал, что Энди не имел ни малейшего представления об обстоятельствах исчезновения его семьи. Но следователям нужно было убедиться наверняка. Поэтому они снова и снова проводили с ним различные тесты, а также длительные изнурительные сессии допросов. Результаты были убедительными. Энди говорил правду. Он не имел отношения к пропаже жены и сына, как были уверены следователи сначала. Побеседовав с близкими, полицейские решили, что у пары были очень хорошие и счастливые семейные отношения. У Энди не было видимых причин нарушать их. В отчетах на полиграфе после допросов Эндрю говорится, что сомнения были зафиксированы при ответе на вопросы о том, утаивал ли он информацию или придумал какую-либо часть истории. В ходе последующего допроса в полиции Энди признался, что не был уверен, когда именно была вскрыта дверь. Он сказал, не давая четких ответов, что, возможно, он это сделал позднее. Эндрю сказал, что он лишь пытался заставить полицию более серьезно подойти к ситуации. Но это не единственная странность. Энди соединил провода, несмотря на то, что в доме была вторая рабочая телефонная линия. Основной телефон работал. Так и осталось невыясненным, зачем же он это сделал. Это одна из немногих деталей в рассказе Эндрю, которая навела детектива грубо на подозрение. Полицейских смущало в Эндрю его спокойствие и его поведение. Он не казался убитым горем мужем. Он часто улыбался. Конечно, возможно, у него такой характер. Джоан и Алекс пропали без вести 4 дня назад. И у следователей еще не было убедительных доказательств того, было ли это бегство или похищение. 19 декабря 1994 года полиция штата обратилась за помощью к ФБР. К расследованию присоединился специальный агент Дэйв Роуп из офиса ФБР в городе Элентауне, штат Пенсильвания. ФБР начало расследование с идентификацией обнаружения и опроса всех родственников, друзей, бывших и настоящих коллег по работе, всех и каждого, кто был связан с Сэнди, Джоан и Алексом. Около 20 агентов ФБР ходили от двери к двери в окрестностях дома Катринок, чтобы найти новые улики. Местные государственные и федеральные агентства направили свои ресурсы на поиск пропавших без вести женщины и ребенка. Оставалось 6 дней до Рождества. Мать с ребенком исчезли без следа и объяснений. Может быть, они в плену и больше всего мечтают оказаться дома? А может, где-то покоятся их бездыханные тела? Может быть, они в другом городе ведут новую жизнь? Или Джоан решила вернуться к старой? Следователи пересекли границы штата Пенсильвания, чтобы допросить бывшего мужа Джоан, который жил и работал в Нью-Джерси. Майкл женился на Джоан в 1991 году. Они развелись всего через несколько месяцев после свадьбы на фоне обвинений Майкла в жестоком обращении. Может быть, Джоан решила возобновить отношения? Или, возможно, ее бывший решил вернуть ее? А может, это была месть с его стороны? Но следователи обнаружили, что у Майкла было неоспоримое алиби на дату исчезновения матери с сыном. Следователи проверили алиби. Агенты ФБР также допросили людей из прошлого Энди, в том числе его бывшую девушку Патрисию или Патрицию Рорер. В течение 24 часов после исчезновения жены и ребенка Энди сам попросил местную полицию разыскать его бывшую девушку с Северной Каролины. Они последовали его просьбе только неделю спустя. У Патрисии тоже было алиби в тот день, когда пропали Джоан и Алекс. Агенты спрашивали ее, почему она бросила его и считает ли она его агрессивным или домашним тираном. Почему у них не было детей? Все вопросы касались Энди. Они продолжали проверять его. Но Патрисия отзывалась о бывшем хорошо. Они родили детей и расстались, потому что чувствовали, что не совсем подходят друг к другу. Вернувшись к Атасокву, агенты направились в отель Маккарти, на стоянке которого была обнаружена машина Джоан в день ее исчезновения. Может быть, кто-то заметил ее или того, кто припарковал машину? Агенты в конце концов опросили всех, кто был в отеле в тот день, но никто ничего не видел. Агенты также опросили всех соседей семьи. Соседка направила их к странному разнорабочему, который снимал комнату вниз по улице. Он выполнял ремонтные работы в нескольких домах в округе. Агенты вскоре обнаружили, что он был судим за кражу со взломом. Он признался полиции, что имел проблемы с законом, но поклялся, что ничего не знал об исчезновении Джоан и Алекса. Он согласился проехать в участок для дальнейшего допроса. Следователи выяснили, что в летние месяцы разнорабочий жил в хижине у реки недалеко от дома Катринаков. Команда кинологов полиции штата обыскала хижину в поисках каких-либо доказательств того, что там были Джоан и Алекса. Но они ничего не нашли. Это был очередной тупик. Сбитые с толку следователи понимали, что теряют драгоценное время. Обеспокоенность общества нарастала. Майор полиции штата Роберт Вертс дал приказ открыть горячие линии, чтобы заручиться помощью от местных жителей. Теперь у ФБР был командный пункт с несколькими телефонными линиями. Эти номера телефонов были оглашены по телевидению. Поступали сообщения о том, что пропавших мать и ребенка видели. Один из жителей сообщил, что видел Джоан с неизвестным мужчиной возле железнодорожных путей за домом Катринаков. Она несла ребенка. Тогда очевидец подумал, что мужчина поддерживает ее за локоть. Теперь же, зная обстоятельства, он уверен, что неизвестный держал ее силой и тащил ее дальше в лес против ее воли. В ответ агенты ФБР и полиция штата немедленно провели массовый обыск в 7-километрового участка рядом с железнодорожными путями. Поиски продолжались всю ночь. Люди внизу обыскивали местность, пока над головой кружили вертолеты. Никаких следов Джоан и ее сына не было обнаружено. Ко всему сообщения продолжали поступать. Жители видели Джоан не только на железнодорожных путях, но и в самолете, на заправке и так далее. Все эти сведения приходилось проверять, и каждый раз оказывалось, что они были ложными. Вскоре полиция штата доложила, что прошлый выходной надежный источник сообщил о том, что женщина, похожая на Джоан Катринок, делала покупки в круглосуточном мини-маркете. Магазин расположен в двух километрах от дома Катринок. Это сообщение попало в заголовки газет. Барбара Сайфрейд, сообщившая это полиции, была уверена в том, что видела, и помнит все в деталях. Женщина была с мужчиной. Она приобрела продукты примерно на 100 долларов, в том числе какую-то детскую игрушку. Полиция штата распространила фоторобот человека, которого, по мнению Барбары Сайфрейд, она видела вместе с Джоан. Энди публично отверг такое сообщение, заявив в местной газете, что это полный бред. По фотороботу никогда никто не связывался с полицией. Прошло Рождество, которое Энди встретил без своей семьи. Недели неизвестности превращались в месяцы. Началась весна, а про Джоан и Алекса по-прежнему ничего не было известно. Боль членов семьи пары становилась все сильнее. 9 апреля 1995 год. Фермер вспахивал поле в поселке Гейдельберг, штат Пенсильвания, в 24 километрах к северо-западу от Катасоквы. Он увидел что-то похожее на груду одежды на краю поля в негустой лесополосе. Когда он подошел ближе, он обнаружил человеческие останки. Позже записи стоматологических исследований подтвердят то, о чем ФБР и полиция уже подозревали. Это были Алекс и Джоан Катринок. Теперь дело было переквалифицировано в расследование двойного убийства. Джоан лежала на спине, а сумка для пеленок все еще была на ее плече. Ей единожды выстрелили в голову. Алекс лежал лицом вниз на животе матери, одетый в синий зимний костюм. На месте преступления была обнаружена бутылочка и погремушка. Для Боба Игона расположение предметов имело большое значение. По ним можно определить, как все происходило в момент нападения. Вероятно, машина подъехала к концу тропы, и оттуда убийца заставил Джоан пройти оставшиеся 20-25 метров. Эксперты потратили 15 часов на обыск местности, но они не обнаружили гильз, отпечатков следов или чего угодно, что могло бы помочь указать на убийцу. В надежде, что прошлогодняя гнилая листва сможет дать ответы, они собрали листья из-под тел и отправили их в полицейскую лабораторию для более тщательного исследования. В листве были найдены еще два волоса, которые по цвету и длине соответствовали шести волосам, найденным на подголовнике. Эти волосы, как и те, были также подвергнуты судебно-медицинской экспертизе. Судебный эксперт полиции штата Пенсильвания провел лабораторный анализ. Результат подтвердил подозрения следователей. Волосы принадлежали одному человеку. Но кому оставалось неизвестным? У майора Роберта Вёртса и других офицеров, которые месяцами работали над этим делом, его исход вызвал тягостные чувства. Они до последнего надеялись, что найдут Джоанн с Алексом живыми. Поскольку таинственное исчезновение было официально признано убийством, дело осталось в юрисдикции штата, но ФБР никогда не прекращало активно оказывать помощь. Итак, вскрытие показало, что в Джоанн выстрелили из оружия 22-го калибра. Ее 19 раз ударили тупым предметом. Она погибла в тот же день 15 декабря, в который исчезла. Судмедэксперт не смог точно определить, как был убит младенец. Алекс мог задохнуться или его оставили умирать на холоде. Полиция продолжила анализ вещественных доказательств, обнаруженных на месте преступления. В поисках помощи в построении дела они привлекли прокурора Майкла Макентайра из окруженной прокуратуры округа Лихай. У прокурора Макентайра была идея. ФБР смогло помочь ему в этом. ФБР отправило из Вашингтона округ Колумбия специалиста-криминалиста, занимающегося составлением портрета преступника. Специалист-криминалист может помочь сузить поиск подозреваемых, детализируя тип лица, ответственного за преступление, по его поведенческим характеристикам. ФБР это называется криминальный следственный анализ или профайлинг. Это метод составления психологического профиля в сложных делах. Но он часто предполагает сильное обобщение, что и произошло в этом деле. Поэтому его работа дала больше вопросов, чем ответов. Специалист-криминалист изучил различную информацию о преступлении, включая отчеты, географию, время и привычки жертвы. Затем следователи и специалист-криминалист повторно посетили места преступления, чтобы еще раз исследовать их на наличие зацепок и узнать о поведении убийцы. Сначала следователи доставили специалиста к месту обнаружения тел. Он искал все, что может раскрыть почерк убийцы. Этот район находился далеко от места похищения. Приглашенный специалист был уверен, что убийца бывал здесь ранее. Эксперт из Колумбии по травмам на теле жертвы предположил, что убийцей был мужчина. Похищение произошло среди бела дня, что дало еще один намек. Убийцу совсем не пугало, что его могут увидеть в маленьком городке Катасоква. Детализируя этот портрет убийцы, специалист-криминалист дал следователям новое направление. Опять же, но. Следователи до этого считали, что 3-4 удара взрослого мужчины могут нанести такой же ущерб, как примерно 15-20 ударов, нанесенных женщиной. Если, конечно, не брать в расчет некоторые исключения. То есть, по этой информации, полицейские и ФБР сошлись на том, что это может быть женщина, учитывая количество и урон от ударов. Но вот приглашенный криминалист считал, что это мужчина мог растянуть процесс. Это могли быть издевательства, насмешка, унижение, месть. Как мы видим, особой конкретики от работы эксперта из Колумбии полиция не получила. Следующий шаг. Следователям нужно было имя, подходящее под описание. Чтобы узнать это имя, следователь возили Энди вокруг городка Гейдельберг, недалеко от того места, где были обнаружены тела. Они надеялись пробудить у него воспоминания о том, кто мог бы знать эту сельскую местность. Они спрашивали его, бывало ли Джоан здесь, были ли у членов семьи знакомые, которые жили поблизости. И Энди снова заговорил о Патрисии, своей бывшей. Больше никого он вспомнить не смог. Энди рассказал, что Патти Рорер работала в этих окрестностях. Она ухаживала за лошадьми здесь несколько лет назад. Энди сказал, что бывала на конюшнях. Он не знал адреса, но знал, как туда добраться. Конюшни находились в шести километрах от того места, где были обнаружены тела. Эндрю рассказал о Патрисии. Эндрю и Патрисия Рорер познакомились в Пенсильвании в 1984 году, за 9 лет до того, как он женился на Джоан. Патрисия, увлекающаяся Родео, уроженка Северной Каролины, переехала на Север после того, как ее брак распался. Когда Патрисия встретила Энди, она оправлялась от тяжелой личной потери, смерти своего маленького сына. У нее был ребенок, который умер в трехмесячном возрасте. Она очень тяжело переживала потерю. Патти Рорер и Энди жили вместе в Пенсильвании. Их отношения длились около пяти лет. В 1989 году они расстались, и она вернулась в Северную Каролину. Затем весной 1991 года, перед тем, как Энди познакомился с Джоан, Патрисия неожиданно приехала к нему после ссоры со своим последним парнем. Энди проявил сочувствие и позволил Патти остаться на несколько дней. Их отношения, как он утверждал, были дружескими на тот момент. Затем она вернулась в Северную Каролину, но изредка звонила ему. Вскоре после этого Энди встретил Джоан. О Джоан он рассказывал совсем иначе. Он говорил, что это была любовь с первого взгляда. Весной 1993 года они поженились. Они поняли, что хотят детей, и меньше, чем через год, Джоан забеременела. Алекс родился в августе 1994 года. А дальше Энди рассказал кое-что очень важное. Энди рассказал следователям о том, что произошло за три дня до исчезновения его жены и сына. Почему-то он это сделал только сейчас. 12 декабря в их доме раздался звонок. Джоан подняла трубку. Это была Патрисия Рорер. Неизвестно, что она хотела. Джоан рассердилась и сказала ей, что Энди теперь женат, а у них родился ребенок. Она велела Патрисии больше не звонить, затем повесила трубку. Хотя Энди знал, что у Патти вспыльчивый характер, он отвергал идею о том, что она может мстить по его словам. Тем более за такую мелочь. Позднее выяснилось, что через несколько часов после исчезновения его жены и ребенка он посреди ночи позвонил по номеру Патрисии. Может, он все же подозревал, что Петти каким-то образом причастна к этому. Сразу после трех часов ночи Эндрю попытался дозвониться Патрисии в Северную Каролину, но у него был неправильный номер, поэтому он позвонил матери Патрисии, Петти Чимберс. Петти Чимберс сказала, мне кажется, она дома, но я проверю. Она позвонила домой Патрисии и по ее словам Патрисия взяла трубку. Она была в постели. Энди звонил, сказала ей Петти. Я перезвоню ему, ответила Патрисия. Ее мать сказала, нет, он не хочет, чтобы ты перезванивала. Он просто хотел узнать, где ты. Он сказал, что жена должна прийти домой, она может застать его за телефонным разговором с тобой. Это ей не понравится. Я позвоню ему и скажу, что ты дома. Так она и сделала тогда. Как только полиция вышла на нового подозреваемого, следствие приняло неожиданный оборот. Следователи переключили свое внимание с Патрисией. Еще одна мать вместе с ребенком были найдены зверски убитыми. Жертвы двойного убийства были обнаружены в примерочной розничном магазине в соседнем Колледжвилле, штат Пенсильвания, в 70 километрах от дома Катринаков. Следователи теперь задавались вопросом, не охотился ли серийный убийца на матерей с маленькими детьми в Пенсильвании. Они быстро арестовали подозреваемого, сына владельца магазина. Хотя он признался во втором убийстве, у него было надежное алиби в тот день, когда были убиты Джоан и Алекс. Алиби было проверено. Теперь полиция снова вернулась к бывшей девушке Энди. Патрисия Рорер была высокой брюнеткой. Она была знакома как с местом похищения, так и с местом убийства. В мае 1995 года, через 6 месяцев после убийств, следователи Боб Игон и Джо Косовар отправились в Северную Каролину за 800 с лишним километров от дома семьи Катринок. ФБР помогло организовать встречу с офисом шерифа округа Лексингтон. Вместе власти двух штатов опросили Патрисию Рорер в офисе ее адвоката. Мать Рорер тоже присутствовала. Патрисия Рорер дополнила свое первоначальное алиби. 15 декабря, в день преступления, она сказала, что посещала местный солярий. В вечер того дня она, как обычно, пошла на урок танцев, который проходит по четвергам вечером в клубе Ковбойс Найт Лайф. Патрисия призналась, что работала когда-то в конюшне в городке Гейдельберг, но сказала, что не возвращалась в Пенсильванию с тех пор, как навещала Энди после ссоры со своим парнем. Еще она поклялась, что у нее никогда не было оружия. Первым, что необходимо было сделать, это проверить алиби подозреваемой и выяснить, могут ли они быть подтверждены или они могут быть признаны недействительными. Она предоставляла им алиби ранее, но они его так и не проверили. Они никогда не проверяли то, что она говорила. Вот насколько она не воспринималась ими как подозреваемая тогда. Она была в самом конце списка, но не исключена из него. Полиция не скрывает, что очаровалась девушкой с идеальной, казалось, репутацией. Следователи посетили солярий, которым, по утверждениям Патрисии, она воспользовалась в день убийства. Алиби быстро оказалось сложным. Хозяйка солярия сказала, что они были закрыты в тот день по той причине, что был день рождения ее мужа и они были в торговом центре в соседнем городе примерно в 80 километрах. У нее даже сохранилась квитанция из магазина, подтверждающая это. В клубе инструктор танцев знал Патрисию как постоянную клиентку. Регистрация в клубе показала, что она была там в четверг до 15 декабря и в четверг после него. В клуб в самом начале настойки администратора ты должен поставить подпись и заранее заплатить за вход. Подпись Патрисии в четверг 15 декабря отсутствовала. Отсутствие подпись еще не означает отсутствие Патрисии. Инструктор Патрисии по танцам Уильям Гарольд сказал следователям во время своего первого допроса в ФБР, что Патрисия присутствовала на его еженедельных танцевальных уроках, которые проходят каждый четверг вечером в декабре 1995 года, включая указанный вечер. Так что инструктор по танцам подтвердил ее алиби. Но потом вдруг он начал вилять, говоря, я не помню, у меня плохая память. В итоге Патрисия не смогла доказать, что она была в Северной Каролине в день убийства. Еще более инкриминирующим было то, что у нее было уголовное прошлое. В соседнем округе Форсайте ей было предъявлено обвинение в драке с мужчиной в баре. Ее арестовали той ночью. Но доказывает ли это, что она склонна к насилию? Судить по этому факту сложно. У следователей все еще не было одного ключевого доказательства. Орудие убийства. Патрисия продолжала отрицать, что у нее когда-либо было оружие. А следователи продолжали копать. В конюшне Северной Каролины они нашли одного из ее бывших парней Уолтера Блейлока. Он отчетливо помнил, что Патрисия купила оружие за 50 долларов на распродаже. Это была винтовка Дженнингса 22-го калибра, из которой они стреляли по мишеням на заднем дворе девушки. Последний раз он видел оружие во время сильного спора, направленное ему прямо в лицо. Тогда он смог успокоить Петти. Но после этого их больше не связывали отношения. Уолтер Блейлок рассказал, что у оружия есть любопытный недостаток. Он часто после первого выстрела заклинивает, не позволяя сделать второй выстрел. В Джоан выстрелили один раз. А возможно уже потом били по голове, а не наоборот. Возможно она после выстрела чудом проявляла признаки жизни. Опять же это лишь домыслы. ФБР помогло скоординировать межгосударственные усилия, чтобы получить судебный ордер на обыск дома Патрисии Рорера в Северной Каролине с целью поиска орудия убийства. Они прибыли с ордером 24 июля 1995 года. Несмотря на тщательный обыск, они не нашли винтовку. Но они нашли на заднем дворе много израсходованных гильз 22-го калибра. Только когда полиция сообщила Патрисии, что им известно, что у нее есть оружие, она в этом призналась, но настояла, что Уолтер Блейлок, ее бывший, взял его с собой, когда уезжал примерно за месяц до убийства. Дело против Патрисии Рорер набирало обороты. Но оно строилось на косвенных уликах. Единственное вещественное доказательство волосы из машины и волосы с места убийства казалось не совпадали с Рорер. Волосы были русыми, а волосы Патрисии были каштановыми. Любовь Патрисии к лошадям сработала против нее и привела следователей к еще одному важному сдвигу в деле. Следователь Джо Косовар узнал, что незадолго до убийства Патрисия Рорер участвовала в соревнованиях Парадео в Оклахоме и победила. Следователь Косовар связался с организаторами мероприятия, надеясь, что они сфотографировали ее. Его запрос оправдал все ожидания. Они прислали ему фото. Как он и предполагал, волосы Рорер были русыми. Благодаря этому в ноябре 1995 года власти Северной Каролины получили ордер на сбор образцов крови и волос у Патрисии Рорер. Если эксперты по сбору доказательств смогут сопоставить ее волосы с волосами из машины Джоан и найденными на месте убийства, следователи смогут произвести арест. В это время Патрисия проживала со своим парнем Брайаном и была беременна девочкой. Лаборатория полиции штата Пенсильвания определила, что волосы Патрисии микроскопические соответствовали волосам из машины. Но следователям требовалось больше доказательств совпадения на клеточном уровне. Они извлекли последовательность ДНК Патрисии Рорер из ее образцов крови и попытались сравнить ее с ДНК и волосами с мест преступления. Но возникла проблема. Почти у всех волос не было ткани на корне. Если волосы выпали сами или они сострижены сломались, то есть без корня, то в них содержится очень мало ДНК, что может помешать идентификации. К сожалению, на большинстве волос анализ ядерной ДНК не мог быть выполнен. Но один из волос, найденных на месте преступления, содержал корень и имел достаточно ткани кожи, необходимой для анализа ядерной ДНК. Но теперь возникал большой риск при проведении теста. Лаборантам во время работы придется уничтожить этот образец. Если тест будет безрезультатным, повторить процесс будет невозможно. Им нужен был способ проверить другие волосы, не содержащие кожной ткани. Возможное решение заключалось в новом процессе, который впервые был внедрен в лаборатории ФБР в Вашингтоне, округ Колумбия. Тестирование митохондриальной ДНК. Это совершенно новый метод того времени. В Колумбии находилась первая лаборатория судебной экспертизы в Соединенных Штатах, которая выполняла новый анализ такого рода. Поскольку тест был совершенно новым, потребовалось больше года, чтобы убедиться, что результаты могут быть научно достоверными. Главный подозреваемый все это время находился на свободе. Итак, при тестировании митохондриальной ДНК используется ДНК, содержащаяся в митохондриях или органеллах клетки. Поскольку в клетках волос митохондриальной ДНК больше, чем ядерной, исследователям легче получить именно митохондриальную ДНК. Имея пять образцов волос для тестирования, исследователи могут повторить тест. С помощью анализа митохондриальной ДНК эксперты с 90% успехом получают ДНК из волос без корня. Им необходимо всего 2 см, чтобы получить результат. Чтобы попытаться сопоставить митохондриальную ДНК, сначала выделяется последовательность ДНК в митохондриях клетки волоса. Затем последовательность строится и сравнивается с известной последовательностью ДНК подозреваемого, в данном случае взятой из клеток крови Патрисия Рорер. Тестирование митохондриальной ДНК показало, что нельзя исключать Патрисию как источник двух волос, обнаруженных вместе с телами, и одного из шести волос, обнаруженных на подголовнике сидения в машине жертвы. Месяц спустя был протестирован тот самый единственный волос с корнем, найденный на подголовнике, но на этот раз с более точным ядерным ДНК-тестированием, для которого требуется корень волоса. Вероятность того, что это волосы не Патрисии, составляет 1 к 37 тысячам. Это был поворотный момент. Это стало центральной частью дела. Прошло полтора года. Ребенку Патрисии исполнился год. Весна сменилась летом. Джоанн и Алекс Катрин были мертвы уже два с половиной года, когда рано утром 24 июня 1997 года полиция приехала к дому Патрисии Рорер с ордером на арест. Я была в постели со своей дочерью. Когда слышишь, как люди останавливаются на подъездной дорожке и стучат в дверь, это вызывает панику. И все, что я хотела сделать, это защитить свою маленькую дочь. Брайана не было дома, он был на работе. Рассказывала про тот день Патрисия. Детектив Сюзанна Пирсон последовала за Патрисией наверх, чтобы проследить за ней, пока она одевалась и собирала свою полуторагодовалую дочь Николь. Пока Патрисия пыталась успокоить ребенка, в спальне присутствовал детектив Пирсон. И именно в это время она услышала разговор Патрисии Рорер с ее ребенком. «Николь, если бы я знала, что меня поймают, я бы никогда не рожала тебя». Спустя более двух лет после убийства Джоанн Катринак и ее ребенка Патрисия была арестована. Ее отправили в Пенсильванию, где ей предъявили обвинение в убийстве. Готовясь к суду, прокуроры собрали воедино ужасающие события последнего дня Джоанн и Алекса Катринака. Несмотря на множество несоответствий, вот так они представили события 15 декабря. Патрисия Рорер вломилась в подвал дома семьи Катринак, зная, что Энди отсутствует, а Джоанн осталась наедине с Алексом. Джоанн понятия не имела, что Патрисия была в подвале. Она позвонила свекрови и собрала маленького Алекса, чтобы отправиться по магазинам. Из подвала Патрисия слышала каждое слово Джоанн. Затем в подвале она перерезала телефонные линии. Патрисия услышала, как Джоанн вышла из дома и выбежала за ней. Джоанн не заметила, что Патрисия подкралась к ней сзади с оружием 22-го калибра. Патрисия сказала Джоанн, садись в машину. Патрисия вскочила на заднее сиденье, где находился младенец, и заставила Джоанн везти машину. «Если ты не поедешь, я убью твоего ребенка». Что-то в этом роде было сказано молодой матери. Патрисия указала пункт назначения. Патрисия направила Джоанн к неизвестной конной тропе в городке Гейдельберг. Когда они остановились, Джоанн взяла ребенка на руки по приказу Патрисии. Патрисия загнала мать с ребенком дальше в лес. Джоанн уронила погремушку Алекса, затем его бутылочку. На месте Патрисия выстрелила один раз, но затем ее винтовку заклинило, и она начала избивать Джоанн, возможно, этой же винтовкой. Она бросила Алекса умирать на декабрьском холоде. Обратно Патрисия сама села за руль, оставив на подголовнике свои волосы. Затем Патрисия припарковала машину отеля Маккарти и сбежала из Пенсильвании. И здесь начинается самая запутанная часть. На машине Джоанн не было никаких признаков того, что она ехала по лесной местности или использовалась в таком жестоком преступлении. Никакой крови в машине не было найдено. Если ты 19 раз ударишь кого-то на расстоянии вытянутой руки, то ты будешь весь в крови. Но крови в машине не было. Кровь не смывалась на месте преступления. А даже переодевшись, полностью имея кровь на ботинках, перчатках, что-то не задев и держа все под контролем, очень сложно. Все схватились за идею, что в машине было найдено 6 волос. Но никто не обратил внимания на полное отсутствие крови, почвы, отпечатков пальцев, других волокон, других волос на месте происшествия. Неужели человек, который был так аккуратен, что собрал гильзу, сложил окровавленную одежду, нигде и никак не запятнал, не собрал бы свои волосы? Орудие убийства так и не было найдено. И ни один из свидетелей не был найден, чтобы сообщить, что видел Патрисию в Пенсильвании или где-нибудь в окрестностях Северной Каролины. Никто не видел ее на этой парковке. Никто не видел, как она ставила здесь свою машину, меняла машины и так далее. Семья Патрисии наняла частных защитников, адвокатов Джима Пфайфера и Джима Берка. Когда они впервые встретили ее, она была в офисе магистрата, а снаружи была огромная толпа народу. Толпа из около 70 человек, которая кричала, буйствовала, выкрикивала угрозы и обвинения в сторону Рорер. Все это было похоже на общественное лечевание. Они кричали, где-то убийца. Через 7 месяцев после ареста Патрисии 6 февраля 1998 года начался судебный процесс по делу о двойном убийстве. Семья Джоан и Алекса очень хотела справедливости. Самый главный вопрос, на который никак не находился ответ, какой был мотив, что могло так сильно подтолкнуть к преступлению. Она жила с мужчиной по имени Брайан. Позднее она забеременела от него практически сразу после того, как они начали жить вместе. Она уверяла, что была абсолютно счастлива. Энди не стал скрывать, что Патрисия его поддерживала. Она была очень рада, что у Энди появилась семья. Она была рада, что он счастлив. Мотив в этом деле это ненависть. Во вступительном слове на суде заявил прокурор Майкл Макентайр. После того декабрьского телефонного звонка Патрисии домой к Катринакам, когда ответила Джоан, Патрисию охватила ярость, сообщил присяжный прокурор Макентайр. Ее обуяла ненависть и желание убить, когда Джоан потребовала, чтобы она перестала звонить Эндрю и повесила трубку. Да, сказал он, нормальные люди так не поступают, но мы имеем дело с ненормальным человеком. Защита отвечала, что это очень поверхностное объяснение мотива преступления. Джоан просто повесила трубку. Неужели это Патрисию подтолкнуло к тому, чтобы убить двух человек, которых она никогда в жизни не встречала, и один из них невиновный четырехмесячный ребенок. А ведь Патрисия потеряла ребенка такого же возраста. Неужели она смогла бы оставить такого же малыша на морозе? Неужели по происшествии больше недели ее желание мстить за звонок сохранилось? Ведь Патрисия уверяла, что звонила за восемь дней до исчезновения. Единственным, кто сказал, что это не так, был Энди. Энди сказал, что это произошло 12 декабря. То есть за три дня. Но было доказано по распечатке звонков, что все же Патрисия позвонила ему 7 декабря. Зачем она вообще звонила? Родные друзья говорили в суде, что вот такая была пати. Она поддерживала связь со всеми. У нее было много друзей, а Энди она считала своим другом. А теперь вернемся к алибе. То, что Патрисия указала на то, что она посещала солярия, на самом деле он был закрыт, еще не доказывает, что она сказала это специально. Инструктор Патрисии по танцам Уильям Гарольд на суде свидетельствовал, что он не может вспомнить, была ли Патрисия на танцевальном классе. Но защита Патрисии представила двух свидетелей, подтверждающих алиби. Которые уверяли, что они действительно были с Патрисией в тот вечер в танцевальном клубе. Это был отец ее ребенка Брайан и его друг. Они сидели в клубе, выпивали пиво. Инструктор по танцам Уильям Гарольд не мог их видеть, в любом случае он их не помнил. Обвинение настаивало, что отец ребенка и его друг ненадежные свидетели. Во второй день дачи Патрисии показаний прокурор Макентайр вел драматическую линию допроса. Он спрашивал о ее предполагаемом признании. Напомним, что детектив Сюзанна Пирсон, производившая арест, сказала, что она слышала, как Патрисия призналась в содеянном своей дочери утром во время ареста. Она сказала, если бы я знала, что меня поймают, я бы никогда не рожала тебя. Патрисия отрицала это заявление. Она сказала, что она всего лишь утешала свою дочь в хаосе утреннего ареста. Она шептала, говорила ей много слов, но этого точно не произносила. Да и зачем ей при детективе говорить такое? Тем более, когда она отрицает свою вину. Патрисия давала показания три дня подряд, категорически заявляя своей невиновности. И сейчас мы расскажем следующий удивительный факт. Наиболее озадачивающим для сторонников Патрисии было решение штата проверить несколько волос с места преступления, но не проверять. Волосы, обнаруженные в самом центре, в руке жертвы Джоан Катринок. Оказалось, в руке жертвы были найдены волосы. Информация об этом не всплывала до последнего. Волосы никогда не отправляли на более детальное тестирование ДНК. Их только лишь изучали под микроскопом. Они не принадлежали Джоан и они не соответствовали волосам Патрисии и Энди. Значит, на месте преступления был кто-то еще. В программе про Джоан на вопрос, почему вы не исследовали этот волос, полиция сказала следующее. Какая разница, чей это волос? Ведь волосы Рорер уже были обнаружены. У нас уже были волосы с места преступления. Да, вероятно, Патрисия Рорер была не одна и что с того. Это не делает ее невиновной. Вот такой был ответ. То, что это мог быть волос возможного другого убийцы, никто проверять не стал. Волосы они не проверяли. Это помогло им направить дело в нужное им русло. Получается, есть женщина, которая, очевидно, была вовлечена в борьбу, чье тело было брошено в лесу на опушке, в ее правой руке есть волосы. И никто никогда не пытался определить, чьи это волосы, потому что так удобно. После 18 дней в суде и прослушивания показаний почти 100 свидетелей, присяжные приступили к обсуждению. Прокурор Макентайр думал, что обвинение может проиграть дело из-за косвенного характера. Но все 12 присяжных, местных жителей Катасоквы, признали Патрисию Рорер виновной по двум пунктам обвинения в похищении человека и в двух убийствах первой степени. Присяжные избавили Патрисию от смертной казни и приговорили ее к двум пожизненным срокам заключения. Первая апелляция Патрисии была отклонена. Ее мать умерла в 2001 году, и на этом свидании Патрисии с маленькой дочкой в тюрьме подошли к концу. Патрисия изучала детали своего дела, находясь в тюрьме. В 2003 году она обнаружила документ с описанием свидетеля, которого никогда не слышали в суде. Его зовут Уолтер Траутман. Уолтер Траутман был мужчиной, который видел, как два человека, мужчина и женщина, яростно спорили. Женщина сидела в машине, мужчина бил в лобовое стекло и кричал, чтобы она открыла дверь. И в какой-то момент мистер Траутман услышал, как мужчина крикнул, что ты имеешь в виду, говоря, что это не мой ребенок. Уолтер сразу же сообщил об инциденте в полицию штата. Это было 15 декабря 1994 года, в день, когда пропали Джоан и Алекс Катринок. Позже Уолтер увидел фотографии Джоанна и ее мужа в новостях. Он был уверен, что это была именно та пара, которую он видел. Он сказал, что никогда не видел никого в такой ярости. Он переживал за женщину. Он неоднократно связывался с полицией, до, а уже потом после, но они не воспринимали его сообщения всерьез. В октябре 1995 года Уолтер направился к ведущему следователю по делу Катринок, полицейскому Роберту Игану. По его словам, Роберт Иган прокричал, если ты снова придешь сюда, я тебя арестую. Схватил Уолтера и вытолкнул его за дверь. Затем Уолтер связался с адвокатом Джимом Хайдекером. Адвокат Хайдекер отправил письмо в полицию штата от имени мистера Траутмана. Спустя годы, когда адвокат Патрисии Рорер Крейг Нилли просматривал отчет Роберта Игана, он обнаружил, что в нем есть ошибки. Имя Траутман было написано с опечаткой. Его возраст указали неверно, а дополнительная информация отсутствовала. Крейг Нилли задавался вопросом, не являлись ли эти ошибки преднамеренными попытками усложнить защиту отслеживания Траутмана во время суда. Не было ни адреса, ни номера телефона и по сути там говорилось, что этот мужчина сумасшедший. В ответ на ходатайство, поданное адвокатом Нилли в 2006 году, судья решил, что следует допросить Уолтера Траутмана. А это значит, его показания будут приняты во внимание. Прокурор Макентайр допрашивал Траутмана. Он говорил потом, что сразу же понял, что этого свидетеля не стоит воспринимать всерьез. По словам прокурора Макентайра, Уолтер утверждал, что Энди испанец, у него была борода и накладные усы. После этого Уолтера никогда никто не допрашивал. Он умер в 2016 году. В июле 2006 года адвокат Крейг Нилли подал ходатайство о проведении ДНК-тестирования волос из руки Джоан после вынесения приговора. Но нанося сокрушительный удар по защите Патрисии, судья подтвердил ранее вынесенное постановление о том, что присяжные знали, что такие неисследованные волосы существуют и все же признали Патрисию виновной. Невозможно было провести исследование на основании апелляции. В 2010 году автор Тэмми Мел впервые узнала об убийстве Джоан и Алекса Катринок, проводя исследование для своей следующей книги. Она говорила, «Дело казалось мне очень странным. Судите сами, бывшая девушка, которая проезжает более 800 километров, чтобы убить новую жену и ребенка своего бывшего парня». Тэмми Мел потратила годы на изучение этого дела, перебирая все файлы из статьи, которые попадались ей в руки. Она поняла, что в этом деле много пробелов. В 2015 году в ответ на запрос ФБР предоставило сотни документов. Один из них сразу бросился Тэмми Мел в глаза. Оказалось, что у полиции никогда не было ни одного волоса с корнем. Писательница связалась с адвокатом. В сентябре 2015 года адвокат Патрисии Крейг Нилли подал ходатайство о смягчении наказания после вынесения приговора. Адвокат Нилли считал, что волосы были взяты с головы Патрисии во время расследования. Затем вырванный волос был использован для подмены вещественных доказательств, а именно волоса, найденного на месте преступления. Адвокат Нилли считает, что в машине были совершенно другие волосы. А если учитывать тот факт, что в машине не было найдено признаков того, что она была в лесу, то, возможно, волосы были и не убийцы, а, например, русые, выпавшие волосы Энди. Энди сам рассказал, что он сидел в машине в ту ночь, когда его жена и ребенок пропали без вести до того, как полиция собрала какие-либо улики из машины. Он решил, и так написано в протоколах полиции, сыграть в детектива. Он открыл водительскую дверь и сел в машину, и его волосы выпали на подголовник. У выпавших волос тоже часто бывает мало ткани для проведения ДНК. Затем, может быть, его волосы заменили на волосы Патрисии. Возможно, на тот момент, когда уже стали известны результаты ДНК, и стало известно, что это всего-навсего волосы Энди, полиция уже имела идеального подозреваемого Патрисию. Один из волос был частично испачкан темно-красным веществом. Вещество это было идентифицировано как человеческая кровь, содержащая ДНК, соответствующая ДНК Джоан. Адвокат считает, что это было подделать несложно, чтобы уже картина сложилась полностью. Странно, что волос был испачкан локально, как будто кровь перенесли на него. На подголовнике крови не было. Два волоса в листве могли быть волосами Энди и попасть туда случайно. Они могли быть на вещах ребенка, например. Адвокат Нилли думает, что их тоже заменили на волосы Патрисии. Сейчас предположение может быть сколько угодно. Адвокат Нилли думает так. Полиция увидела, что у них нет дела, если у них нет результатов ДНК. И это заставило их поменять образцы, потому что у них не было доказательств. Им пришлось бы это признать, но это бы значило, что потенциальный убийца мог оказаться на свободе, а кто это было, ни понятия не имели. Адвокат Нилли уверен, что Патрисия и Рорер помогли оказаться за решеткой, заменив волосы Энди на ее волосы. Адвокат Крейг Нилли даже появился в вечерних новостях с этой новостью. Через несколько минут после выхода новостей он получил неожиданный телефонный звонок от бывшего полицейского по имени Джозеф Йорк, который сказал, что у него есть информация, которую он чувствует себя обязанным поделиться. Он рассказал, что его знакомый офицер Киска, который первым приехал на звонок Энди о том, что его жена и ребенок пропали, сказал ему, что, по его мнению, Патрисия Рорер невиновна. Он первый проверил дом и не обнаружил никаких признаков взлома. Государственное дело, несмотря на слова Энди, было основано на теории о том, что Патрисия ворвалась в подвал, но этого не было. Если это правда, это может объяснить спорный вопрос в расследовании. Почему первый офицер, приехавший в 22.42, прибыл в дом Катринах всего на 18 минут? Почему, когда приехал второй, они не стали оцеплять место преступления? Любой ответственный сотрудник полиции, который приезжает на вызов о пропавших матери и ребенке и который заметил следы взлома, не бросил бы место преступления неогражденным. Джозеф Йорк сказал адвокату Нилли, что пытался заставить офицера Киску сообщить о том, что он на самом деле видел и чего на самом деле не видел той ночью. Офицер Киска сказал, что он уже сделал это, что он рассказал кому-то в офисе округа и ему пригрозили держать язык за зубами, если он хочет продолжать работать в правоохранительных органах. Поэтому на суде над Патрисией Рорер офицер Киска утверждал, что он действительно видел сломанный замок. Но вот в своем полицейском протоколе он не зафиксировал сам факт следов взлома. Эти фотографии были сделаны полицией только через два дня. Получается, офицер лжесвидетельствовал. Адвокат Нилли именно на этом основывал свою следующую петицию о смягчении наказания Патрисии после вынесения приговора. Офицер солгал на суде. Приехал, осмотрел помещение, ничего необычного не увидел, уехал. В 5.30 утра полиция откуда-то имеет сломанный замок. Теперь у них появились винты, выкрученные из фанеры. Теперь у них появилась отрезанная телефонная линия. Но зачем? Кому это надо было делать? Ведь, похоже, сам Энди сделал это, чтобы обратить внимание полиции, чтобы они быстрее начали свою работу. Адвокат Патрисии просит офицера Йорка написать письменные показания под присягой, чтобы приобщить его к делу, и адвокат Нилли включает его в измененную петицию, которую он подал в суд в начале 2016 года. В этом документе приводился список довольно смелых обвинений. Наиболее спорный – это то, что государство заменило волосы, чтобы обвинить Патрисию Рорер в убийствах. И, наконец-то, маленькая победа. Судья округа Лихай Дуглас Ритли созвал слушание для рассмотрения ходатайства, включенного в петицию. Суд был запланирован на апрель 2016 года. Слушание превратилось в страстное, исчерпывающее рассмотрение ходатайства адвоката Нилли, которое длилось 2,5 часа. Бывший капитан полиции штата Пенсильвания Роберт Вёртс отрицал какие-либо нарушения со стороны полиции и уж тем более подмену улик. В суде офицер Джозеф Киско заявил, что он видел признаки взлома и что он никогда не лгал в суде. Офицер Киско также отрицал, что когда-либо говорил, что Патрисия Рорер невиновна и оспаривал, что ему угрожали со стороны окружного прокурора. Возможно, он испугался. Ходатайство Патрисии было отклонено. Судья заявил, что показания офицера Йорка не могут быть приняты во внимание, что Патрисия не смогла доказать существование судебной ошибки и что ее аргументы не своевременны. Адвокат Нилли говорил, «Этот случай меня чертовски пугает, потому что если они смогли привлечь Патрисию к суду и потребовать смертной казни на основании надуманных улик, которые я увидел в деле, это значит, что любой из нас мог бы оказаться на ее месте». Патрисия говорила, «Они думали, что помогли раскрыть преступление, но все, что они сделали, это увеличили число жертв». Верховный суд Пенсильвании также оставил без удовлетворения апелляцию Патрисии. «Мы не оправдываем Патрисию, мы лишь попытались рассказать все факты, которые смогли найти». Патрисия до сих пор находится в тюрьме и отрицает свою вину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok